Перевернуть страницу предложил президент Казахстана на встрече с бизнес-сообществом. Такаев заявил, что монополизация бизнеса чревата общественной депрессией и призвал казахстанский бизнес совместно выстраивать новую экономическую политику. Расслоение в доходах сыграло роль зажженной спички у пороховой бочки, чем воспользовались боевики-террористы и стоящие за ними заговорщики, отметил президент. Люди задаются вопросом, почему все виды бизнеса оказались в одних руках. Следует ликвидировать многочисленные посреднические цепочки, искусственно созданные на рынках. Застарелая проблема, которую никто не хочет решать. У половины населения доходы чуть больше 1300 долларов в год, отметил Такаев и подчеркнул, что на такие деньги прожить невозможно. Президент напомнил представителям бизнеса, что изменения во многом зависят от них и потребовал отчета о крупных компаниях, которые уклоняются от уплаты налогов. Новая экономическая политика, по мнению Такаева, должна основываться на честной конкуренции, прозрачности принимаемых решений, предсказуемости госполитики, налоговой честности бизнеса и социальной ответственности предпринимателей. Как же получилось, что Касымжамар Такаев, который поддержал курс Нурсултана Назарбаева, поддерживал курс Назарбаева все эти годы и почти за три года президентства не сворачивал с него, сделал резкий разворот, заявляя о том, что сложившаяся в стране ситуация недопустима. Поговорим об этом с казахстанским политологом Димашем Альжановым. Добрый вечер, Димаш. Здравствуйте. Прежде чем начнем разговаривать, я хочу анекдот рассказать вам такой старый советский. Уходит старый руководитель, оставляет новому три конверта и говорит, вот будет плохо, когда вытащи первый конверт, потом будет плохо, вытащи второй, третий. Вот когда новый руководитель вытащил первый конверт через какое-то время, там было написано «сваливай все на меня». Через какое-то время он вытащил второй, там было написано «начинай реформы». А в третьем конверте было написано «готовь два конверта». У меня вопрос. Такаев, он сразу второй конверт вытащил с реформами или сразу оба? Потому что он вроде бы Назарбаева не обвиняет ни в чем, но в общем-то осадок такой остается. Я думаю, в этой ситуации стоит рассматривать, как попытка оптимизировать систему. Ведь политический режим не изменился. Люди, которые были назначены Назарбаевом, остались в власти. Назарбаев сейчас уходит в тень. Его семья благополучно покинула страну. Некоторые по-режнему остаются в стране. Поэтому говорить о серьезных переменах не приходится. Токаев не сказал о политических реформах. Он не сказал о необходимости менять политическую систему, то есть исправить дисбаланс, который мы наблюдаем в Казахстане многие годы. Не сказано было об усилении роли парламента. Сейчас идет попытка надавить на бизнес с тем, чтобы были даны определенные финансовые ресурсы в пользу фонда, который открывается правительством, с тем, чтобы исправить социальное неравенство и то расслоение экономическое, которое характерно для казахстанского общества. Сам Назарбаев на этой неделе выступил с обращением, в котором есть, на мой взгляд, два достаточно интересных момента. Первый – это напоминание того, что с 2019 года он уже не является президентом и вся власть якобы у Касымжамарта Такаева. В то же время до последнего момента он оставался главой Совбеза, соответственно, мог управлять всем силовым блоком, утверждал назначение главы Кабинета министров. И второй момент – обычно в его речах всегда превалировало местоимение «я», а здесь прозвучало «мы». То есть такая попытка объединиться с народом. Это вот попытка Назарбаева снять с себя ответственность? Безусловно. Принятие решения за силовое подавление протеста в Казахстане и за приглашение кандидата в ТКБ теперь лежит полностью на Тукаеве. И это было в обращении Назарбаева продемонстрировано, когда он сказал, что он пенсионер. Но если мы говорим не о ДКБ, а именно о том, что произошло, скажем так, за последние годы, то есть то, о чем сейчас говорит Такаев, что вот это социальное неравенство привело к вот этой вот вспышке. То есть это попытка Назарбаева снять за себя ответственность за вот это социальное неравенство, за ту экономическую политику, которая привела к этому. Ну я напомню то, что Тукаев в должности президента более двух лет, поэтому он не мог не знать о... Да, три года уже в марте будет. Естественно, они ложатся как на Тукаева, так и на Назарбаева. Поэтому здесь попытка как-то вывести себя из игры, она, мне кажется, немного нелепа. То есть мы должны понимать, что Тукаев был назначен преемником Назарбаева. И даже сегодня попытка полностью развернуть свой курс и сказать, что он как бы не замечал этих проблем, и сейчас он увидел, насколько патовая ситуация в стране, она не выдерживает критики. Этот человек был президентом, он знал, что происходит в стране. Эксперты и гражданское общество не раз предупреждало правительство о грядущих проблемах, о социальном взрыве. Поэтому сейчас это просто попытка отыграть уже, исходя из плохого результата. Но никак не попытка изначально изменить курс. Димаш, спасибо большое за комментарий. Напомню, Димаш Альжанов, политолог из Казахстана, был с нами на связи. А мы продолжаем программу «Обзор событий дня».